Удачные гастроли! В Калуге завершился Всероссийский фестиваль Старейшие театры России. Впервые здесь выступили и артисты Кенишемского драматического театра имени Островского. Конечно, фестиваль уникальный, нам все здесь очень нравится. Здесь очень хороший спектакль, хорошие театры, и поэтому мы очень довольны, что мы приехали сюда, потому что для наших артистов, для меня как руководителя, это хорошая школа. Уже в шестой раз в Калуге собрались коллективы, история которых насчитывает более сотни лет. Кенишемский театр в этом ряду смотрится весьма солидно. В 2017 году он отметит 120-й день рождения. Когда Александр Николаевич Островский скончался, то театральная общественность после его смерти организовала литературно-музыкальный кружок. И вот этот кружок 26 декабря 1897 году поставил впервые спектакль «Бедность не порог», и как бы идет отчет театра именно с этого времени. И что интересно, это единственный театр, во-первых, который создан по инициативе родственников Александра Николаевича Островского, а точнее его брата Михаила, и он носит с момента основания имя Александра Николаевича Островского. В рамках фестиваля в Калуге прошел семинар для молодых театральных критиков, в числе которых оказались представители из Иванова и Кенишмы. Цель семинара – научиться грамотно писать о театре в самых различных жанрах. Тренируясь и пробуя с разных сторон рассматривать спектакль с точки зрения режиссерской работы, актерской, акцентируя внимание то на одном аспекте работы театра, то на другом, ты становишься точнее, ты становишься глубже, может быть, это постоянное совершенствование стиля. За время фестиваля зрителям показали 10 постановок на большой сцене и 7 моноспектаклей. Кенишемцы представили драму «Вдовий пароход», рассказывающую о непростой судьбе пяти совершенно разных по характеру женщин. Это о войне, в то же время не о войне, это о человеческих судьбах, о коммунальных квартире, в которой живут несколько вдов, поэтому квартиру назвали «Вдовий пароход», они между собой. Внимание всех пяти женщин сконцентрировано на единственном мужчине – сыне Анфисы Громовой. Молодая женщина вернулась с войны беременной, но ребенок родился не от мужа. Сын из-за чрезмерной опеки вырастает эгоистом и жестоко за это расплачивается. Только в финале драмы, когда мать умирает, он осознает, что нельзя требовать от всех только любви к себе, надо и самому быть человеком. Но уже ничего нельзя поделать, остается только зажечь поминальную свечу. Элина Манапова, молодая артистка Кенишемского драматического театра, стала дипломантом фестиваля «Старейшие театры в России». Жюри отметила ее за роль Анфисы Громовой. В целом спектакль «Вдовий пароход» к лужане приняли очень тепло. Много раз по ходу действия зал аплодировал. Юбилейный театральный сезон в родном городе кенишемцы откроют 7 октября. И по многолетней традиции это будет спектакль по пьесе Островского «Доходное место». Любовь Почерникова, РТВ Иванова, Калуга.